Как и почему? Как ты адаптировалась, родители? Как дальше развивалась и пришла к ютубу? Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же, я все равно наполовину русская, наполовину молдобанка, это все равно в моей крови. Но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. И как бы через 6 месяцев мне уже люди принимали за свою. Ну, конечно же, все по-любому слышат мой маленький акцент. От него избавиться просто невозможно. Как дальше развивалась и пришла к ютубу? Вообще, я начала учиться в колледже на дизайнера интерьера. И мы переехали, мы вышли замуж, мы женились, или вышли замуж, как правильно. Мы женились с мужем, потом мы переехали в Саут-Киролайна. Это прямо совсем другой конец Америки. Мы жили здесь, где я сейчас живу. Мы переехали из Саут-Киролайна. И мне просто там было очень одиноко. И делать нечего. И мне там никогда не понравилось. Поэтому мы через 2 года с тебя переехали. Но это другая история. Поэтому я начала делать видео на ютубе. Потому что мне было очень грустно. И у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала, всем привет. Меня зовут Аверина. Давайте будем дружить в интернете. Хелька спрашивает, какая твоя девичья фамилия? Моя девичья фамилия Картышова. В какой школе ты училась в Молдове? Я училась в лицее Петру Радиш в Кишиневе. Петру Радиш в Кирпезент. Да, обычная школа. Ну, как бы у нас была, это бизнес-школа. У нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов. В разный там бизнес, entrepreneur, или я не знаю, как это слово на русском. Но, да, как бы я училась все свои годы в Молдове. Потом только сюда приехала в университет. Вот так вот. Ну, в общем, я думаю, я ответила на пару вопросов. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Извините, что если у меня русский не совсем отличный. Потому что, честно говоря, я здесь живу и на русском разговаривать не с кем. Даже мои русские друзья, мы всегда разговариваем на английском, потому что намного легче.